книга открытым оком тема царство небес рай вопрос 2009 том 8 христос царство небесное уподоблял ли иночеству удалению из мира и молчальничеству отвечает игнатий тихоныч и лапкин евангелие от мотфея 13 глава 31 стих царство небесное подобно зерну горчичному которое человек взял и посеял на поле свое евангелие от мотфея 13 глава 33 стих царство небесное подобно закваски которую женщина взяв положила в три меры муки доколе не вскисла все евангелие от мотфея 13 глава 44 стих еще подобно царство небесное сокровищу скрытому на поле которое найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все что имеет и покупает поле то евангелие от мотфея 13 глава 45 стих еще подобно царство небесное купцу ищущему хороших жемчужин мотфея 13 глава 47 стих еще подобно царство небесное неводу закинутому в море и захватившему рыб всякого рода евангелие от мотфея 13 глава 52 стих он же сказал им поэтому всякий книжник наученный царству небесном подобен хозяину который выносит из сокровищницы своей новое и старое евангелие от мотфея 28 23 посему царство небесное подобно царю который захотел сосчитаться с рабами своим евангелие от мотфея 20 глава 1 стих ибо царство небесное подобно хозяину дома который вышел аромат на поутру нанять работников виноградник свой евангелие от мотфея 22 глава 2 стих царство небесное подобно человеку царю который сделал брачный пир для сына своего евангелие от мотфея 25 глава 1 стих тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху другие евангелисты еще четырежды повторяют эти причины все они говорят одно и то же что человек должен уверовать во христа и нести благую весть сеть умножать износить из сердца старое новое ибо вера от слышания слова божия они от мощей не от иночества не от монастырей не от икон и прочих чудес от слышания римлянам 10 глава 17 стих и так вера от слышания а слышание от слова божия римлянам 8 10 но что говорит писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры которая проповедую ибо если устами твоими будешь исповедовать иисуса господом и сердцем твоим веровать что бог воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем верует к праведности а устами исповедуют ко спасению только согласно этих мест писания все иночество в продолжении двух тысяч лет загонявшие людей в молчальничество и под землю в леса и в горы морившие доверившихся ему тяжкими временами и неудобно тяжкими временами и неудобоносимыми только за нарушение этих слов уже безответным предстанет пред вечным судьей конечно если верить что христос не изменит своих слов написанных в библии но послание евреям 13 8 иисус христос вчера и сегодня и во веки тот же прокисая 45 глава 23 стих мною клянусь из уст моих исходит правда слово неизменное что предо мною преклонится всякое колено если бы христа на земле никогда не было и не было евангелия тогда можно было бы составить и новые причины писать царство небесное подобно откалиброванной и дезинфицированной пшеницы которую собрали в крепкую житницу некие подобные ангелам люди но ангелы эти всегда в черном одеянии плотно закрывшие эту пшеницу в житницу не сеющие ее и не давшие плода и еще царство небесное подобно чемпионам которые умеют лазить по скалам жить в подземельях панически бояться женщин объявившие молчание высшей формы общения между людьми и еще царство небесное подобно скупым хозяевам которые зарывают землю все что у них есть жемчужину и зерно которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать вопля погибающих не идти к ним и не указывать путь спасения кто отказался от сна от еды и от питья и от жилища отдал себя на мучения добровольное и на съедение комарам и другим насекомым и гадам кто не моется в бане кто не лечится у врачей кто бежит из семьи от жены от невесты от мужа и от детей от родителей бросая их на произвол судьбы и еще царство небесное подобно не любящим библию но любящим сны и видения виденные в легком сне кто ищет благоухание от мощей от видений предсказаний и очень искусно умеет выискивать словах и речах других людей еретическое и за это придавать их анафеме кто провозглашает иночество монашество высшей формой спасения и угождение богу житие саввы сербского от память его 12 января в ватопед сергей всегда говорит кавычки открыт и закрыт и это копия чтобы маленько пробить голову то забитая копия вот жития сейчас пошла копия впереди копия как ты видишь не надо еще прибивать дальше 12 кавычки открыт и то есть это копия я не своими словами передаю ну понятно а вот эти вот кавычки то вот это же эти ваши слова почему здесь кавычки то это вот 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 это вот вот ни к чему они там были до ошибки я не знаю даже потому что после корректоров я никогда не смотрел они тоже как-то выбрасывали то что-то понятно смотрел житие саввы сербского память 12 января кавычки открываются вот обед у стремились даже из самых глухих недоступных стремнин и пещер никогда не выходившие при своих убежищ подвижники и молчальники желая насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на них пришествие на них в гору подвизаться вместе с ними этих двух царственных иноков старец симеон ослабленный болезнями желая однако слышать церковную службу пристроил со стороны алтаря главного храма благовещения келью с окном в алтарь и через окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение кавычки закрыты симеон юродивый память 21 июля кавычки открыты потом обратился иван к симеону что теперь будем делать брат куда пойдем кавычки закрыты симеон отвечал пойдем на право потому что все что правое то хорошо немного времени спустя враг наших душ дьявол не стерпев богоугодного жития рабов христовых начал войну против них и она влагая воспоминания о жене и отце симеону любовь к матери они же когда видели друг друга печальными тотчас говорили друг другу стань брат помолимся вместе владыки нашему иисусу христу да сохранит нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего никона когда молились они скоро приходила к ним помощь божия отражающая от них вражеские наветы из этого видения понял иван что умерла жена его и вместе с матерью симеона поселилась вместе праведных и сильно возрадовался с этого времени оба стали беспечальные и пробовали в пустыне живо вместе претерпевая всякое злосладание 29 лет мужественно борясь с невыдимыми врагами и по божьей благодати побеждая их и прогоняя кавычки закрыты непроходимец я хотя уже прошел назначенное истощил ресурс уже не все проварит мой котел в изысканном язык поймет ли вкус шагал и плыл и прыгал как блоха когда на пятки власти наступали из океана черпалась ухо в горах не раз постелью были скалы прошел как смог помог мне в этом бог без крестного знамения не ложился старался всюду получить урок не мухлевал вытягивая жилы хотя не портит вроде борозды конь старые но конечно же не кляча не раз тонул недавно вновь простыл и обо мне как слышал тюрьмы плачут от прошлого и рад бы отрекаться в чем поползнулся ко греху не раз но слышал не отчаивайся кайся тушил слезой болезненную страсть велик тот день благословен да будет когда услышал слово о христе в сияющие праздники всебудние насыщенность в молитве и посте благословен тот дом на берегу где плоть и дух согласии склонились а что было за жизнь не пожелай врагу козлиные шатания по горам и дикость не проходимец странник пилигрим доверия к себе не мог я вызвать но в том чужой вошел из библии сидим и вместо робы получаю ризы благословенные длани у христа он вынес выхватил из ужаса воронки на берегу морском не сосчитать песка так милости его что начитал на пленке 24 сентября 2003 год игнатий лапкин милости его